Привет всем! Сегодня мы поговорим о качестве. На самом деле я не могу сказать, что я супер профессионал, я тоже изучаю этот качество с нуля, но я хочу поделиться с некоторыми своими заключениями, которые я нашла за последние два-три месяца, что я ткала. Во-первых, если вы начали только ткать и смотрите многие видео и многие профессиональные видео, а шварцкие, например, вот как у меня этот станочек и начали с чего-то очень простого, как у меня, и тетки там вот у них говорит, вот у вас длина стола, это значит у вас длина изделия. Я как бы поверила этому, да, Наташа сейчас снимает, что у меня, видите, тут стул. Я это как-то поверила, и там у них вот такой же есть крючок, который... Слушай, я это все, наверное, не найду. Вот где-то у меня тут был. Ну, неважно. Вот есть такой крючок, который прикрепляется к талу, и вы натягиваете эти ниточки к этому крючку. И потом, когда уже ткете и снимаете со стола, вы обнаруживаете, что ваше изделие где-то сантиметров на 30, может, иногда и 40, короче, вот этого самого стола. И я первый раз так попробовала, удивилась, второй раз попробовала, удивилась, и начала спрашивать у людей. На самом деле, тут вещь такая, что где-то сантиметров 30 оно съедается, когда вы натягиваете здесь, у вас на бахраму съедается, потом у вас натягивается здесь. И на самом деле, когда вы ткете, вы его заканчиваете здесь, и дальше вы уже не можете ткать. То есть, вот это мертвая зона. Плюс то, что у вас где-то вот такие хвосты. Но, на самом деле, Наташа дала мне время найти, то есть, вот такой, ну, не знаю, крючок, штырь, как его правильно назвать, если вы устанавливаете, вы можете наматывать. Вместо вот этого стула. Да, но если вы хотите какое-то короткое изделие, то есть, сразу помните, что если у вас, например, изделие на метр, то, может быть, у вас и все хорошо. Но если у вас что-то длинное, как шар, то умные люди посоветовали использовать стул. То есть, я где-то делаю с запасом на 50-60, ну, на это 70 сантиметров. То есть, вот это расстояние, оно будет гарантировать вам полноту вашего изделия. Даже если вы хотите, например, шарф на метр 70, да, то плюс то, что вы теряете на бахраму, на намотку. То есть, всегда вы рассчитываете длину вашего изделия, например, длину от начала и плюс где-то сантиметров 60 с запасом. Тогда есть гарантированный вариант, что у вас попадет в размерность. Как бы на всех этих профессиональных видео там ничего такого не было сказано. И, как бы, с натяжением тоже есть у вас широкое изделие. Мы чуть позже, вот я вам остановлюсь сейчас это видео, а потом... Как бы, на всех видео это просто, то есть, ты сначала протягиваешь через один зазор. То есть, вот это, оно не секрет, оно на всех этих ашварских, кто станки эти протает, они все показывают, как это делать. То есть, понимаешь, опять-таки, вот вроде-то профессиональные ашварские, да, но они же не раскапывают, как, например, длину, что-то теряется. То есть, она там сидит, а эта баба натянула вот так, нажна, длину стола, так-так-так-так-так-так-так. Ну, все прекрасно. В общем, этот шарик, ты наматываешь, он все по полу катается и катается. Ну, на самом деле, это не принципиально. Тут можно разные нитки цвета, в зависимости от того, что ты там хочешь, клетку, не клетку. И, как бы... И вот это вот все намотанное, это будет все одна бесконечная нить. Нет. Связанное. Нет. Мы ее будем урезать. А, потом. Потом, да. Вот это смысл над этой серией. А, это то, что ты отрежешь, оно вот этот запас ты как раз и делаешь для того, чтобы отрезать. Нет. Опять нет. Короче, запас я делаю для того, чтобы, смотри, я когда... Вот это, оно не ткется. То есть, оно вот тут остается мертвая зона. Вот это мертвая зона. А потом, когда я буду наматывать сюда, то есть, мне надо тоже хвост вот такой где-то на все эти бахрому и на натяжку. То есть, это, смотри, сразу тут теряется, но сантиметров, я не знаю, 25 не верно. Да, 25 точно потерялась. Понимаешь? Угу. Вот. То есть, это все уходит. Если, например, ты думаешь, что там, эта длина стола у тебя будет изделие, ничего подобного. Это будет, наверное, сантиметров от 30 минимум короче. Ну, все, я останавливаюсь, да? То есть, у тебя ширина вот этого полотна будет, вот сколько вот тут вот дырочек? Да, бертовый, вот этот берт, он и есть, вот этот будет. Ну, конечно, он будет уменьшиться немножечко за счет, там потом стирается. Но количество ниток вот продольных, да, это уток? Нет, уток это поперек будет. Да, уток это как бы вот этот шаттл, который бегает туда-сюда, а это берт. Вот. Но я как бы натягиваю нитку тоньше, она подличная, а ткать уже в утке будет, у меня уже самопрятная нитка, она будет немножечко потолще, и тогда она будет выглядеть. Хотя, конечно, я могу и вот только вот эту нитку выфигачить. Ты знаешь, вот я посмотрела там, пентеристы, боже мой, чего-то там сейчас только не используют. И сейчас целый стиль такой, чем дранее это все выглядит, тем круче, то есть они используются на свете. Ну, чем мне нравится ткачество на самом деле, оно для ленивых, то есть... Даже так, а я наоборот, ну, боже мой, ты понимаешь, ну вот как, кстати, твой палантин, я его соткала за два дня. А если бы я его вязала спицами, ну, ну, я не знаю, у меня на неделе полторы бы точно ушло. А тут сидишь перед телевизором, допустим, или слушаешь что-то, и ты там ничего не считаешь, вот. Ну, это, конечно, можно там считать, если каких-то узоров сделать. А если вот простое полотно, вот туда-сюда гоняешь, и ты знаешь, и особого таланта не надо, там, какого-то. Вот, то есть, получаешь удовольствие и вещь быстро. И на самом-то деле, ты можешь там, все, чего будет, ну, хочешь шарфик, хочешь там скотерочку, хочешь ткань себе сделана из всех остатков пряжи, которую ты, в принципе, не хочешь использовать для вязания там, вот, да, по какой-то там, не знаю, причине. А как ты ее, может, забабахаете, получить какую-то тканюшку, там, и пончу сшить, и жилетку, что хочешь, на самом деле, сумку. И при этом можно использовать, не знаю, все остатки пряжи. Ну, не знаю, понимаешь, на самом деле нет. Вот сейчас важный момент, мы, как бы, снимаем эту. Сейчас я подожди, вот мы, вот Лена все доделала, вот они у нее все, ниточки, во все, как она называется, дырочки вставлены. И теперь, вот это вот, что было на... Мы снять со стул и держим в руках. А теперь я тебе помогать, когда должна. Вот сейчас ты... Все, теперь я буду помогать. Подожди, я хочу сейчас объяснить, как ты мне можешь помогать. То есть, разрезаем. Разрезала, да, разрезала. И нам надо примерно вот это все разделить на, примерно, напополам. Просто на глаз, да? Не пересчитывая. Не, не пересчитывая. Вот когда ты держишь так, вот в двух руках, на широких, потому что у нас широких, у нас идет правильное натяжение. Равномерное. Когда мы вот так держим, то у нас больше натяжения, у нас края будет перецанутой. А когда мы держим так, то у нас равномерное натяжение по всему. Так что, выключай, начнем. Все. Так что, выключай, начнем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова